Подари мне красоту Ты прости мою мечту, даже если я уйду Я останусь с тобой навсегда Я останусь с тобой навсегда Я останусь с тобой навсегда Даже если я уйду, я останусь с тобой навсегда Подари мне красоту Я поверю в чудо Отыщи мою звезду За которую я пойду Никуда, из ниоткуда Подари мне красоту Субтитры сделал DimaTorzok Девушка Григорьевич Одну минуту К вам посетитель Я знаю, что вы заняты, но это срочно Прекрасно Насколько срочно? Звонили из комитета по делам спорта Сказали, если нужно, согласуют с кем угодно И вот товарищ приехал Зайдет? Мужчина Здравствуйте, товарищ Преборженский Моя фамилия Никитина Я доктор нашей сборной по хоккею Здравствуйте Присаживайтесь, чай, кофе, может быть? Спасибо, некогда чаи гонять Дело у меня срочное Конечно, весь внимание ЧП у нас, товарищ Преборженский Вчера у нас был матч с американцами Наш парень пострадал Да, да, Сальвелов я смотрел матч Ну, и как он? Сотрясение мозга Рываные раны на лице Он у нас сейчас в больнице Вас посоветовали Ну, правильно посоветовали? Посмотрите, парень Конечно, поехали Здрасте Пустишь? Ну, если нет Ну, тогда придется купить тебе собаку Может, я и послушаю Ну, рассказывай У меня появился человек И кроме бывшего мужа тебе об этом рассказать некому Ну, я знаю, что ты хотя бы не растреплешь Понятно Тебе налить? Что у тебя? Брэнди Столько лет пыталась сделать из тебя человека А ты все так же продолжаешь пить эту гадость Ну, наливай Я влюбилась Ну, не впервой Понимаешь, есть разница Между влюбиться в 20 и в 30 Ты влюбляешься в человека А не в хрустальные мечты о нем Ну, и в чем проблема? Вин, что ты не пойму никак Не отвечает взаимность Тебе? Он оказался порядочным У него будет ребенок Подожди Я тебе что-то не узнаю Это тебя остановило? Не совсем Вот это да Ну, я же тебе сказала Что на многие вещи смотрю совершенно по-другому Иначе Он особенный Монсерд, ну это какая-то прям особая глупость И что ты будешь делать? Бросишь работу? Сбежишь? Или может просто расскажешь ему правду? У него нам и срочно к нам в отделение Если считаете нужным У него тут смещение Не надо ничего говорить Терпи, голубчик Здравствуйте Здравствуйте Виталий Сергеевич Вы зачем товарища от работы оторвали? Товарищ Преображинский согласился посмотреть Савелова Он челюстно-лицевой хирургии лучший в стране Сами видите, что с лицом у парня Надо принять меры У нас тут тоже не деревенская больница Извините, что так при вас Сейчас вас отвезут назад А с вами Виталий Сергеевич Мы после поговорим Погодите Я считаю, что у парня Свержены проблемы Вы нужно переводить к нам Если вовремя не вмешаться Савелов останется здесь Вы сейчас принимаете неправильное решение Я допускаю, что вы авторитет в своей области Но что касаемо То тут решение принимаю я Все Тут такое дело Ведь я к вам на свой страх и риск приехал У Савелова конфликт с главным Хочет выбрать его с команды У нас через месяц с канадцами игра А у него вроде бы как повод Положить Савелова в койку Через месяц? Да И как же вы без него? Пожалуйста, послушайте меня 30 секунд Послушайте Я сейчас не только как врач говорю Я ведь старый болельщик Сейчас Савелову замену вы не найдете Таких пока нет Скорее всего, поставите Жестова А он совсем другой игрок Осторожнее, да и опыта у него такого нет Марков это миф Привыкли к Савелову Поэтому вся динамика уйдет И вы разрушите все атакующее звено А с канадцами Нужно сейчас брать реванш Они сильны, как никогда Я обещаю, что Савелов будет в строю Отдайте его мне Я уложился? Еще какие доводы будут? Каждый раз Когда я вижу пациента От которого все отказываются Каждый раз мне кажется Что еще ничего не поздно Всегда нужно использовать шанс И вы это понимаете Не меньше моего Раз ведете счет на секунду Если операция пройдет успешно Когда он сможет снова? Две недели Оперировать нужно сегодня Забирайте Французский писатель Один из основоположников реализма Семь букв, вторая А Бальзак Ага, сейчас поймем Столица республики Мозамбик Четвертая У Столица республики Мозамбик Не вам Галина Ефимовна Ой, Сашенька Спасибо Ой, ну садись Твое счастье Что нам сейчас руки нужны Я насчет тебя К Преображенскому Три раза ходила Спасибо Сколько не пьешь? А? Сколько не пьешь? А Да вот С того случая Два месяца Не капли Выглядишь огурцом Смотри Полгода не пьешь Потом Одна рюмка И белку поймаешь С твоей комплекцией Это более чем реально Евгений Александрович Ну что говорить Даже не хочется Все, все Новая жизнь, коллеги Это раньше Я не знаю Это как в тумане Он с тобой поговорить хочет Давай Иди к нему И скажи, что больше никогда Сейчас Ну конечно Ну давай Сань Давай Кстати из-за столицы Мозамбика Мапуту Точно Бальзак Аллочка А где все? На местах Все по расписанию Напомните, какие у нас сегодня операции Кто сейчас заняты? Зорин Точно заняты Черт А Ливаняна во сколько оперирует? С двух часов дня Два Отлично Успеем до двух Первый операционный свободен? Да Скажите, Галине Фимовне Скоро привезут пациента Фамилия Савелов Ливаняна ко мне И пожалуйста, как можно быстрее Мы еще должны успеть осмотреть его Хорошо, я поняла Ливан Григорьевич Ливан Григорьевич Почему у него света мало? Не все включили? Почему все работает? Все включили Можно начинать Вот Перелом сколовой кости Делаю закрытую репозицию крючком Линберга Все в порядке, давайте я Просто Глаза устали Коллеги, поторопитесь Время Да-да, извините Я справлюсь Что это? Это Лилия Евдокимовна Ваша новая грудь Это? Не трогайте, пожалуйста Это пока единственный экземпляр Смотрите, мы делаем небольшой надрез Делаем под железой карман Вводим туда по одной детали нашей головоломки А потом, смотрите Ну позвольте, Игорь Олегович Ведь она же твердая Да в этом весь и фокус Через две недели мы карман вскрываем Достаем оттуда наши бутсы И в образовавшуюся капсулу ваших соединительных тканей Мы нагнетаем Силикон Ну если вы сомневаетесь Или силибридум Я согласна Тогда у меня есть одно условие Это должно остаться между нами Вы же понимаете, как я решусь Кроме того, в медицинской карте Об этом не будет ни слова Да-да, я уже сказала Алексею Даниловичу Еду в Трусковец На воды У нас есть приблизительно месяц Тогда не вижу никаких причин откладывать Пока 1-0 в нашу пользу Спасибо вам большое Если будет билет Конечно будет Передайте старшим, что свое обещание я сдержал Передаю пас офтальмологам И позвоните мне, как только пора периода Добрый день Добрый Тяжелый день был Я про Савелов Все это вы знаете Нормальный день Бывало и хуже На меня-то у вас силы найдутся Я, так сказать, в частном порядке Повода вы для беспокойства не вижу Но для верности лучше удалить Я за верность Тогда направляю вас к хирургу Мне бы очень хотелось, чтобы это сделали вы, Эль Григорьевич Простите, Сергей Сергеевич, но я вынужден вам отказать Я этим не занимаюсь Не хочу показаться снобом Но вы же не станете микроскопом гостя с Калыч Процедура не опасна и этим не было Все же мне было бы спокойнее Ну что ж Ну вот и договорились Отлично Само собой, от важных операций отрывать не хочется Просто сообщите, когда у вас появится окно А, чуть не забыл Мы готовы отправить вашего сотрудника в командировку Вот тут Анкета и образцы характеристик Нужно подписать у вас и в министерстве Вы как? Поделились, кто поедет? А, да Поедет Зорин Уверен в вашем выборе А он как? Женат? У него через несколько дней свадьба Очень хорошо Женатый человек, человек надежный Нам с вами, наверное, тоже пора остепениться Лев Григорьевич Проходите На столе конверт, это для вас А что это? Анкеты и образцы характеристик Значит, уже? Я свое слово держу А вы все, никогда, до ЗАГСа не даете Завтра собираемся Ну вот и прекрасно Поздравляю Извините Извините Примите мои соболезнования А вы кто? Я Я вас не знаю, вы кто? Мы были коллегами Я всех знаю, с кем он работал Вы не из больницы Нет, я из другой организации Я знаю, кто вы Уйдите отсюда Позвольте мне Уйдите отсюда, я сказала Извините Уйдите отсюда Да я понимаю, что это риск Но без риска Никакой прогресс невозможен А тут налицо Не просто прогресс, а рывок Вот неужели вам не хочется поучаствовать, а? Хочется Но Но я сейчас не могу Да жизнь-то она сейчас происходит Вот сегодня, перед нашими глазами Ну Не могу по личным причинам Ладно, давайте я вам свой гонорар отдам Заглажайте, с чего? Да не в деньгах дело Не могу Игорь Олегович Поймите и вы меня Я пообещал Льву Григорьевичу Не участвовать в незапланированных операциях Еще и Галина Ефимовна Поймите меня Сейчас никак не могу Ладно Придется одному покорять вершину Не обессудьте И успех Игорь Олегович, а можно я здесь сигарет? Можно Чего она чего ламала? Преферант звал поиграть А что? Уши грел Я между прочим знаю, о чем он пасует Мне Галина Ефимовна шептала Мутная история Про меддол Вообще не факт, что он здесь задержится Удивительный ты человек, Семченко За 10 секунд двоих сдал И Галину Ефимовну, и Ливаня Ана Хочешь, чтобы тебе доверяли после этого? Выше нос, Люся Нас ждут великие дела Игорь Олегович А вы могли бы мне рублей пятьдесят задолжить? Да я бы рад сам намели А что там? Новое платье? Неважно Люся, мы с вами друзья, правильно? Значит, вы мне можете рассказывать все, что угодно Что столь слышно? Ну, в общем-то, да Да, платье Боюсь просто, что уйдет Так и знал Люся, мы на пороге великого прорыва Скоро у вас будут и платье, и туфли, и даже сумочка У меня есть знакомый спекулянт Ему вещи из Парижа приходят Но услуга за услугой Вечером проверите пациентку Давление, температура, общее состояние Хорошо? Да, конечно Прекрасно Тогда за дело Тяжелая контузия, говорите? Угу Понятно Ну, я сейчас никаких прогнозов дать не могу Тут нужно серьезное обследование, стационар Да какой стационар? Это решительно невозможно Я должен быть на ногах Послушайте Ну, вы же сами доктор Ну, как, ну Ну, мы уже сейчас имеем Мигрени Расстройство зрительного нерва А потом слепота А вот если мы с вами начнем все это вовремя Нет, мне нельзя в больницу Просто пропишите мне что-нибудь Да, о чем вы говорите? Что? Нет, это просто тогда Просто на вашей совести Все Извините Спасибо, что вы предупредили Вы поймите Возможно ухудшение ситуации Кровоизлияние Инсульт Причем это может случиться Пожалуйста, не надо меня пугать Самое главное Это не опухоль А с остальным я справлюсь Благодарю за консультацию Редактор субтитров А.Семкин Георгий. Ген, я звонила. Сказали, ты к телефону не подходишь. Ген, я выхожу замуж. Я хочу, чтобы ты от меня это знал. У вас в принципцах? У интеллигенции? Пока душу всю не вынешь из человека, не отстанешь? Я просто честной хочу быть, открытой. Я дружить хочу. А как дружить? Книжками обмениваться? Или марками сразу? Как вы с доктором развлекаетесь? Ген! Подожди ты, сеанс. Дай нам папиросы на спички. Я просто понять не могу. Что со мной не так? Ладили же с тобой. Планы были. Что не так со мной? Да все... Да так, все... Сложно все. Ну, конечно, куда нам понять-то? Я не знаю. Только ты знаешь что? Я один тебя люблю. Понимаешь? Не брат твой, который тебе под эту докторишку подкладывает. И не докторишка этот. Очкарик прилизный. Я... У меня брат не идеальный я. Он вообще не в этом делал. Просто мне с Игорем... Да ладно, ну че ты, тоже не обольщайся. Мне с Игорем. Я. У него на роже все написано. Че ты Гена? Не Генкой. Деньги ему нужны братство, понимаешь? Деньги, связи, я не знаю чего. А я тебя просто так полюбил. И не потому что ты колеченая. Понимаешь? А это твой новый доктор, молодой, красавчик. У него, наверное, в каждой больничке по медсестричке, а? А, хватит. Ну и давай проваливай! И приходить не надо было! И жалеть меня вообще не надо! Что у тебя с рукой? Нина! Ничего у меня с рукой! И жалеть не надо! Иди, иди куда шла! Покажи руку! Что ты... Ты дурак? Хорошо успел. Ну как ты? Волнуешься? Ты чего такая? Тошнит? Мне очень нужно тебе кое-что сказать. Это... О! Зашло мой лицо. Давай заходи. Я здесь подожду. Ну, естественно. Так. Ты чего волнуешься? А? Я слышала, что после осмотра выкидыш, может быть. Господи-то выжилой. Это бабкины сказки. Ты, главное, расслабься сейчас, не волнуйся. Не волнуйся. Не волнуйся. Не волнуйся. Не волнуйся. Не волнуйся. Угу. Чш-чш-чш. Спокойно, спокойно, спокойно. Все, хорошо. Большая задержка? Сколько дней? Только не говорите ему, пожалуйста. Не говорить что? Там что? Ну, все хорошо. Срок небольшой. А неделю пять. Я так думаю. Вы уверены? Да, милая моя, я уже двадцать лет здесь работаю. Промашек еще не было. Так. Я тебе напишу, какие направления на анализы сделаешь. И неделя через три я тебя жду здесь. Придешь? Приду. Ну, первый роддом, конечно, тоже хорошо. Но надежда испанует. Лучший врач правильнее. Ведь врача выбираете, не роддом. Ну, конечно. Я с ним поговорю. Боже, столько всего предстоит сделать. Нужно ведь имя выбрать. Интересно, а кто это будет, мальчик или девочка? А, знаешь, я что-то плохо себя чувствую. Я пойду и лягу спать. Ты не против? Так мне остаться? Нет, ты ведь тоже устал. Очень не хочешь, чтобы я остался. Точно. Я, наверное, тебе не сказал. Мне очень счастлив. Отдыхай. Мне. А. Вдите. что вы здесь делаете мы же договорились забыли да да забыла но вы знаете сейчас как-то все так устроилась я беременна точно да совершенно точно я только что от врача и вы знаете если посчитать все как-то обошлось без вас хорошо иди сюда мы договорились я на вас рассчитывал я понимаю так стоп мы договорились неси мне мои деньги поймите меня правильно но мне сейчас деньги тоже не лишними будут и вообще вам лучше уйти не понимаешь и без денег отсюда никуда не уйду но у меня нет таких денег и не тороплюсь попроси взаима и у своего бородатого солидного товарища убирайтесь отсюда сейчас это он он сейчас узнает чей-то ребенок этот ребенок от него вот держите держите свои деньги мы договорились вместе сейчас узнает стойте нет стойте я найду я обещаю я найду пожалуйста подождите на кухне я ему что-нибудь скажу только сидите тихо дети балуются пошел вон отсюда значит так даю тебе неделю об одном теса ясно мы будем считать что ясно не скучай мамаша я не могу быстро сейчас 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 я сейчас упаду по моему извините лёва лёва помочь тихо 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 вы хирург да я зоси я лева григорьевича сестра пожалуйста помогите войдемте я человека плохо так рукой это зорина пациент гангрена а это зорин пришел зорин работа зорин Мы уже не раздаваем, уже закончили, когда мы не знаем, что мы хорошо подновились с темой. Мы поднимались в комбай, монтировались в Классе, в Классе, в Классе, дежурили у Кольпы-Калиска станции, выгурили, в Классе, в Классе, в Классе, в Классе... А вот и он. А мы думали, что ты сегодня пораньше вернёшься. А тебя опять на работе задержали, да? Сыночек, ты нас прости, пожалуйста, но Наташа мне всё рассказала. Что ты рассказала? Ну как же? Ну как же? Про то, что ты мне сделала предложение. Я так счастлива, Господи! Я так счастлива, я так счастлива! Я так счастлива! За язык никто не тянул, теперь придётся выкручиваться. Вы подсказали на баняков, атификатор.. Отпусти меня! Отпусти меня, дурак! Что это такое? Что это за шутки вообще? Понравилось тебе? Вещал бы ты выражение своего лица сейчас такое. Мама, пожилой человек, как ты могла вообще? Как? А при чем здесь я? Я ее счастливой сделала. Ты видела, как она улыбалась, как светились ее глаза. Че ты, пойди, открой ей горькую правду. Только в подробностях, если можно. Пожалуйста. Ого. А ты, оказывается, с темпераментом, я смотрю. Мама, че, ударишь меня? Ударишь меня, я тебя спрашиваю. Ударишь меня, я тебя спрашиваю. Ударь невесту, будущую мать своих детей. Давай! Я тебя прошу, убирайся отсюда. Просто убирайся и не появляйся никогда. А то что? Вот когда мы только познакомились, ты мне значительно больше нравилась. Тихая, спокойная девушка. Какое разочарование, а? Слушай, ты, я не хочу тебе нравиться. Я хочу, чтобы ты смотрел на меня и думал о том, какой ты козел, потому что это ты меня такой сделал. Ты понял? Да я уже извинился. Было и было. Все, я поменять ничего не могу уже. Хватит меня преследовать. Нет. Мы еще повеселимся. Я давно так не смеялась. Маме привет. Ты же не против, если я буду называть ее мамой? Ты уже вернулся? Так быстро уже проводил? Ты по поводу свадьбы не переживай. У нас деньги есть. У меня тысячи на книжке и еще облигации. Мы экономить не будем. Я так счастлива. Мам, свадьбы не будет. Как-как-как не будет? Вы же что, поссорились? Я даже не знаю, с чего начать. Понимаешь, после того, как мы сходили в кино тогда, поехали к Наташе домой, и там произошла такая вещь. Ты с ней что? Жил? В том ты делал, что не жил. Хотя ей очень хотелось. Я ничего не хочу слышать. Ты должен жениться. Все. Нет, ты все-таки послушай меня. Мам, я женюсь, но на другой. Как это? Подожди. Она очень хорошая. Правда. Нет, Игорюш, подожди. Что это значит? Ты женишься на другой. Почему ты мне сразу не сказала? Почему ты меня с ней не познакомила? Игорь, а что я скажу над Наташиным родителям? Как я им в глаза буду смотреть? Нет, правда. Мам, ты когда их видела последний раз? Еще столько же не увидишь. Тебе не придется им в глаза смотреть. А с Наташей я поговорю. Не переживай. Наташа такая хорошая девочка. Кандидат. У нее своя жилплощадь. А это-то, господи, это как зовут. Зося. Зося. Зося, откуда? Лимитчица, да? Подожди, ты мне объясни, пожалуйста. Это вот как? Ты ее увидел и сразу полюбил, да? Игорь, я тебя очень прошу, будь осторожней. Женщины, они, они знаешь какие. Она сестра моего начальника. Я тебе сейчас все расскажу. В общем, он пообещал мне, если я женюсь на ней, он отправит меня за границу на стажировку. А мне это необходимо прям. Потому что мне здесь душно, понимаешь? Ну чего? Чего, мам? Мам, ну не переживай. Я как только денег подзаработаю, я тебя сразу же перевезу туда. Ты же сама говорила, что я способный. Нужно же как-то реализовывать свои способности, правильно? А Зося, она прекрасная, я тебе обещаю. Я приведу ее, и ты сама все увидишь. Как? Как? Как произошло, что ты стал таким? Я понимаю, мам, что ты шокирована. Но на самом деле это очень хорошая новость. К чему? К чему ты шел? Ты что, родину не любишь? Лев Григорьевич, как поживаете? Спасибо, не жалуюсь. С работы идете? Да, вот с работы. Ты не правильно так сказала той девушке, что на работу задерживалась. Елена Васильевна, какой девушке? Лев Григорьевич, вам лучше знать. Вот на той скамейке с пяти часов подожидается. Пойдем, моя рано. Пойдем, моя дорогая, пойдем. Ну и что ты здесь делаешь? Я рада. Ты выпила? Умею право. Как отвергну твоя женщина. Все. Зачем тебя мучаешь и меня заодно? Потому что ты мне нужен. Мы же говорили, я не свободен. А ты должна двигаться дальше. Ты очень красивый. Любой мужчина сочтет за счастье быть рядом. А я вот подумала, знаешь, и поняла, что мне нужен только ты. У меня есть обязательства, и я не смогу быть счастлив, если я узнаю, что этот ребенок... Все. Замолчи. Я все понимаю. Понимаешь? Ты такой... есть такой удивительный... Знаешь, я думала, что таких больше нет, что таких не выпускают. Знаешь, настоящий такой, такой со знаком качества. Марин. Не пробивай. Не пробивай. Я сидела здесь, знаешь, думала... Как так случилось, что я в тебя влюбилась. Нучше меня долг у Баклонникова. Бери, не хочу. Ты, а ты единственный, который понимает, что такое честь. Ты много выпила, малыш? Ну, пафосно звучит, да, но... Зато это правда. Да. Давай вызову тебя, такси. Ну, подожди, подожди. Может, у меня тоже есть принципы? Я... Можно я сделаю тебе прощальный подарок? Могу врать человеку, который... Хорошо, да. Давай завтра, ладно. Я позвоню тебе. Тебе нельзя отпускать Зорина. Что? Ты не должен его отпускать. Ты... ты... ты не можешь этого сделать. У тебя будут неприятности. В каком смысле? Я не та, за кого ты меня принимаешь, и твоя клиника не то, о чем ты думаешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алексей Данилович? Ратворил, а? Ты что натворил? Я тебе доверял. Я хотел, чтобы Зорин... Собирайся. Я тебя жду внизу. Куда собираться-то? Там узнаешь. Игореш, что случилось? Шум откуда? Не знаю. Кажется, меня хотят арестовать. Я тебя не знаю, мне не знаю. Я тебя просто... У меня не знаю. Я тебя... Я тебя не знаю. Меха... Ты не знаю. Люди... Время не знаю. Продолжение следует...